Ну, хорошо, Сергей, вот вы занимались всё-таки магией, не знаю, занимаетесь ли вы сейчас, сейчас вы занимаетесь, мы так и сегодня не смогли подойти к теме нашей сегодняшней программы, как мы с вами, в общем-то, предполагали, что мы к ней подойдём. Это конкретно ваша практика, конкретно медитация, но зато у нас остаётся возможность к этому подойти в следующей нашей программе, поскольку сегодня тоже очень интересно, и я думаю, что для многих людей она будет более понятна, поскольку тут вещи какие-то такие, в общем-то, можно сказать, ну, более-менее физические, которые мы о чём-то знаем. Ну, про Кайлас, может, и не все, но в основном это гора Шамбала, это тоже, как бы, многие знают, но, тем не менее, скажем, магические практики, которыми вы конкретно занимались, они вам помогали или помогают вот перейти к тому, чем вы сейчас конкретно занимаемся? Ой, да давайте об этом поговори, потому что мне очень интересно, да? Я бы сказал так, что вот те практики, которыми я начал заниматься, они дали мне ощутить реальность тонкого мира, ощутить реальность энергий тонких. В этом плане это, конечно, они помогли мне. Вот, плюс, конечно, это оттачивание каких-то навыков, связанных со вниманием, концентрацией, визуализацией, всё это работало в плюс. Но сейчас, как бы, эти навыки, ну, они на задний план ушли. Главный навык – это способность сохранять пустотную осознанность и, ну, в том числе, концентрацию отчасти. То есть, нет, а вот в любом случае, абсолютно точно или не абсолютно точно у меня вопрос, то, что магическая практика может физически влиять на какие-то процессы? Может. Может, да? Да. Всё-таки это работает, потому что многие говорят, что магия – это, в частую, как бы, работа на психологический, как бы, на энергетику, там, которая передаётся из мозга в мозг, да, и вот. Но, тем не менее, просто реальная магия может влиять на реальные физические процессы, да? Да, я, например, мог телекинез, ну, телекинез у меня получался. То есть, это влияние на самошние физические объекты. Я понимаю. Пусть такое там крутое, вот, там спичка какая-нибудь раскачивается немножко, но, тем не менее, это факт. Да, я видел, кстати, на Ютюбе полторы минуты там, как вы это делали. Это сумасшедство только в одном плане. Почему я хочу ещё немножко поговорить о магии? Потому что, ну, скажем так, любой из нас, значит, реально не застрахован от таких влияний, извне которых мы даже не подозреваем? Конечно. Я бы сказал так, что... Как жить дальше? Я бы сказал следующее, что тех людей, которые могут оказать какое-то серьёзное влияние, их, слава богу, немного. Ну, и дальше, соответственно, чтобы на нас это влияние, чтобы мы пересеклись с этими людьми, должны сложиться ещё определённые обстоятельства. А эти обстоятельства, они складываются в зависимости от нашего поведения и мотивации. И опять-таки мы возвращаемся к стилю поведения, вот эти принципы, да. Если мы соблюдаем эти принципы, то тогда даже какое-то вражеское влияние может на нас и не повлиять. Потому что всегда есть принцип подобия. Подобное притягивает подобное. Если кто-то хочет нас поработить, грубо говоря, или там как-то повлиять на наше поведение, то это, по сути, насилие. Если в нас самих нет насилия, то, по крайней мере, сопротивляемость, она есть. То есть меньше вероятности, что даже если какой-то злобный чёрный маг решил на нас что-то навести, то к нам это может и не прилипнуть. Потому что если человек кидается грязью, он пачкается в первую очередь сам. А попадёт ли в другого, это ещё вопрос. Вот это самый главный вопрос, потому что была такая теория, что каждый человек вокруг себя может создать определённую стену, определённый барьер против таких влияний. Насколько сложна вот такая практика, скажем так, и реально любому человеку поставить даже против самого сильного мага вот какой-то определённый барьер. Я не знаю, то ли он будет состоять из ауры, то ли из энергетики определённой, то ли из какого-то психологического состояния, когда на него это не будет влиять. Тут помимо воли отдельного человека и отдельного мага, есть мировые законы. И один из этих мировых законов – это закон свободной воли. Тот, кто хочет идти против этого закона, он испытывает сопротивление не только отдельной личности, но и, можно сказать, целого мира. То есть он должен пробить этот барьер. Соответственно, ну, конечно, против самого сильного мага обычный человек ничего не сможет сделать. Но чтобы он вошёл с ним во взаимодействие с этим сильным магом, опять же, это ситуация, которая не на пустом месте возникла. Так что тут вот эти влияния, они постоянно есть. Допустим, какой-нибудь один маг сидит где-нибудь в Африке, а влияет на весь мир. Такое запросто возможно. Другое дело, что если эти влияния противозаконны уж совсем, то их, так сказать, источник долго не протянет, потому что кроме людей в этом мире есть другие силы. Особенно в Африке. Ну, неважно где. Хоть в Африке, хоть в Америке, хоть в России. Но есть просто силы другого порядка, которые нечеловеческие и которые круче самых крутых магов человеческих. Да, они тоже без дела не сидят. Поэтому я бы сказал, это как некая милиция. Даже если человек сам не может ничего противопоставить бандитам, он может пожаловаться милиции. Или милиция просто сама приедет и заберет их. Есть и такое. Вы знаете, Сергей, я всегда был в ужасе от того, что даже когда проезжаешь, предположим, так называемый тол, то есть платную дорогу, и, как правило, в машине у тебя стоит изи пасс, так называемый, то есть такая коробочка, за счет которой с тебя снимают деньги автоматически, а ты в окно их не выдаешь. Вот. То, тем не менее, я отлично понимаю, что в этот момент этот изи пасс просвечивается определенной волной на определенной частоте. И, в принципе, весь воздух вокруг нас, вся атмосфера, все пространство вокруг нас наполнено гигантским количеством. Радиоволн, волн, которые работают с телефонами, то есть очень высокочастотными. Там все волна, волна, волна. То есть совершенно невероятное количество колебаний, которые происходят. То есть вы хотите сказать, что кроме этих колебаний есть еще и колебания те, которые может создать маг, которые может создать и человек, даже вот практикующий, как вы, которые создают тоже определенные колебания, но в другом уровне энергетики. И этим всем мы напичканы вот на сегодняшний день. Именно так и есть. Скажу больше того. Самый обычный человек постоянно является источником излучения сознания. Вот. И отсюда есть принцип сонастройки. Вот, допустим, если мы попадаем в определенную группу, то автоматически это на нас влияет невербально. И мы как бы меняемся просто от причастности к этой группе. И, допустим, я замечал, что когда я один, то где-нибудь на природе, в изоляции от социума, у меня практики идут одним способом. Когда я в городе, то я испытываю некое сопротивление. То есть это излучение именно социума. То есть сами по себе люди – это исходячий источник постоянных излучений, особенно если это большая группа людей. Отсюда есть такой термин – массовое сознание. Что вот как бы один человек вроде бы вменяем, с каждым отдельно говоришь, все хорошо, но как только они собираются вместе, все, толпа невменяемых. То есть возникает какое-то… Это Лебон «Психология толпы». Возьмите книжку и почитайте. Уже все описали, да. Ну да, то есть психология как раз с этими человеческими влияниями, она нормальна. То есть в этом плане любой разумный объект, так сказать, разумное существо, оно по-любому создает некое возмущение среды, причем на такой, может быть, даже вполне приличной площади. Не говоря уже о магах, которые там… Или медитаторах, которые ничего не делают, но сами по себе их присутствие, оно меняет пространство на эту тему. Это еще есть интересное название у этого феномена – эффект Махариши. Потому что его… Алло. Сергей пропал. Сергей пропал, да. Что-то случилось. На самом интересном месте причем. Махариши… Сергей? Нету, да? Махариши Махиш Йоги – человек, который в 2009 году ушел с этого мира. В феврале я был в это время в Индии, ну, буквально через неделю после этого. К нему приехали… Во-первых, это человек, известный всему миру. Во-первых, он следовал Ахимсе. Это не насилие. Во-вторых, он дал миру трансцендитальную медитацию. Я просто боюсь, что высшие силы нас сейчас прервали, потому что я хотел Сергею задать такой вопрос. Я уже… А вот он уже… А замечательно. Значит, высшие силы нас все-таки не прервали на этом вопросе. Да, так на чем мы остановились? На Махариши. На Махариши, да. Если человек не будет заниматься медитацией, то исчезнет преступность. Вот. И, как бы, где-то там в каком-то из городов, по-моему, кстати, в Чикаго… Нет, это было… Это было во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, когда было приглашено 15… Я думаю, вы об этом хотели сказать. 15 тысяч медитирующих. И стояли палатки, и потом замеряли, замеряли. Ну, действительно, это было в каких-то, по-моему, 70-х годах это было. Я не помню. Наверное, Ярослав знает это больше, чем я. Я помню этот случай. Я не помню, в каких годах. Но, тем не менее, воевать этого не перестали в мире, да? Нет, нет. Воевать перестали. Но в течение этого времени преступность по статистике в Вашингтоне и в самом штате упала на достаточно серьезную величину. Более того, было зарегистрировано, что во всем мире преступность понизилась. Ну, там, конечно, процент был очень небольшой. Но, тем не менее, это достаточно измеряемо. И это… Об этом вы хотели рассказать, Сергей? Да, именно так. Что люди, особенно в группе, если они занимаются совместно каким-то деланием, это неизбежно влияет на пространство. И чем это делание более высокочастотное, тем более широкий охват. Понятно. Так вот теперь вопрос, который я хотел задать, и который нам высшие силы, видимо, разрешили все-таки, да? Или силы интернета, или все что угодно. Сергей, абсолютно точно сегодня как бы, ну, известно, неизвестно, но, тем не менее, все говорят, политологи, а я больше занимался политической журналистикой всю свою жизнь, что есть одно оружие, которое является более страшным, чем атомная бомба, или чем водородная бомба, или чем любая термоядерная бомба. Это умение манипулировать массовым сознанием. Вот, то есть, получается, что мы сейчас говорим о некоем стратегическом продукте, который может немножко сдвинуть, как бы не то чтобы историю всего человечества, но, по крайней мере, изменить политику, изменить движение там одной страны в сторону другой страны, ну, и так далее. То есть, это стратегический материал, то, что называется. Умение манипулировать общественным сознанием. Скажите, насколько это опасно на сегодняшний день? Насколько мы застрахованы от того, что кто-то из действительно сильных магов будет манипулировать общественным сознанием на том уровне, когда нация может встать против нации, или почувствовать врага в другой нации? Ну, и тогда вы сами понимаете, о чем я говорю. Я понял. Я бы сказал так, что мы можем сказать да или нет только тому влиянию, которое можем осознать. Если мы не осознаем, то мы абсолютно беззащитны. Но, к счастью, никогда не бывает только одного мага. Всегда бывает некая расстановка сил на тонком плане, которые в том же нашем подсознании проявляются, и мы это ощущаем как свои внутренние состояния. То есть, грубо говоря, внутренняя борьба добра и зла. Есть два разных желания. И дальше уже, как говорится, от нашего выбора зависит. Иными словами, во Вселенной всегда есть какое-то равновесие сил на всех уровнях. Есть вот равновесие на человеческом уровне, есть равновесие и на более глубинном, который мы не осознаем. Но сместить это равновесие может и сам человек, делая тот или иной выбор. Усиливая ту или иную сторону. Так что я бы сказал, что мы, конечно, беззащитны перед влиянием более могущественным, чем мы вообще можем себе представить. Но в то же время есть механизмы Вселенной, которые предохраняют ее от саморазрушения. По сути, некое разрушение войны и так далее. Катастрофа – это некий процесс для Вселенной внутренней. А она в своем саморазрушении не заинтересована. Но правильно. Это не меняет систему. Я согласен абсолютно. Ни одна война, ни одна катастрофа не меняет принцип работы системы самой по себе. Ну, так в целом, да. То есть есть некие универсальные законы, которые как были, так и остаются. А те, кто их приступает, ну, допустим, цивилизация какая-то, зашла куда-то не туда, то, конечно, она будет либо саморазрушиться, внутри нее возникнут какие-то противоречия, они сами друг друга перебьют. Или еще что-то произойдет, какая-то катастрофа. Ну, вот всем нам, живущим пока что в этом мире, хотелось бы, ну, каким-то образом защититься перед, ну, вот такими эффектами, перед другими людьми, которые обладают качествами другими. Или, ну, не знаю, насчет высших сил, сможем мы или нет. Но поскольку вы в этом деле специалист, я имею в виду в магическом деле, то, скажите, вы могли бы, скажем, научить человека или группу людей как минимум защищаться от чего-то такого вот потустороннего, внешнего? Я бы сказал, первое важное средство защиты – это правдивость. Кстати, один из принципов ямы. Вот, то есть нужно быть правдивым перед самим собой и ясно видеть свои истинные мотивации. Тогда, зная себя, ты будешь понимать, что твое, а что привнесено извне. А если ты видишь привнесенное извне, значит, у тебя уже есть выбор по отношению к этому. А если ты находишься, прошу прощения, в иллюзии, если люди находятся… Все-таки вот это ложное эго, аханкара на санскрите, а может быть, действительно, оно просто нам мешает. Вот, все-таки наши возможности тела, физического тела, они все-таки ограничены. И мы можем заблуждаться. Но мы готовы, если мы как минимум готовы к тому, что мы что-то там не знаем, я знаю, что они чего-то не знают. Кто нам скажет, что та правда, которой мы думаем о себе, не является ложью на самом деле. Да, вот я как раз-таки об этом. То есть мы думаем о том, что мы правдим, и да, есть поговорка, узнать, в чем проблема. Очень просто, подойди к зеркалу. И все понятно станет. Так, тем не менее. Вопрос непраздный. Не знаю, у меня нет ясного критерия, который я бы мог в общем виде сформулировать, что вот так вот всегда, если вы это чувствуете, то вы точно правы. Но есть некое ощущение правильности у каждого человека. Есть разные названия, там, совесть и так далее. Но опять же, совесть может быть продуктом того или иного социального слоя. То есть, что человеку объяснили, это в подсознании у него сидит как программа. А есть вот некий тонкий голос духа, который опять же становится слышен, когда мысль останавливается. То есть мы, когда, если мы вот входим хотя бы иногда вот в это расслабленное, в том числе медитативное состояние, то мы проявляем голос духа. И можно сказать, что у каждого человека он есть. И, соответственно, если к нему прислушиваться реально и быть правдивым, не закрывать глаза на свои негативные стороны, не обязательно о них там всем рассказывать, но для себя знать, вот, то тогда, руководствуясь вот этой путеводной, так сказать, нитью Ариадны, мы можем пройти сквозь лабиринт, так сказать, любых влияний. Потому что человеку никогда не дается того, с чем он не может справиться. За этим вселенная, так сказать, тоже следит. И если возникла какая-то проблема, значит, ты уже можешь с этим справиться. И даже Минотавра порвем при этом, да? Воистину, да. На части причем, да. Как тузик грелку, да. Я охотно верю, потому что это, на самом деле, наверное, так оно и работает, скорее всего, да. То есть здесь важна вера в себя, но не самоуверенность. То есть если человек боится, да, а вдруг на меня что-то повлияет, то есть вот это уже уязвим, грубо говоря. Страх. Ну да, страх. О, вот к чему мы пришли. Правильно, страх. То есть страх от тела открывает нас. Это то, о чем еще Финогенов в своей пьесе писал, которую так и озаглавил страх. Совершенно верно. И у него там профессор, главный действующий герой пьесы, который потом, конечно, сам разоблачается, становится там таким большевиком, очень патриотичным, но неважно. Но первое, что он читает студентам, лекцию в одной из первых буквально сцен пьесы, он говорит, что самая главная движущая сила человека – это страх. От страха мы делаем то или иное. От страха, извините, я уже не помню точно цитату, но тем не менее, вот он определяет, что главная движущая человеком сила – это страх. Есть еще вторая сила. Первая сила – это жадность. Это я о бирже, о стак-маркете. Это уже у кого что, да? Тот же самый страх, по ассоциации, естественно. А вторая – это жадность человеческая. А ему все хочется, даже узнать ему хочется. Он жаден до знаний. То есть жадность, конечно, разная бывает. Я полагаю так, что мы сегодня затронули очень интересные темы и поговорили очень интересно. И полагаю так всем участникам вот этой беседы, мне в частности, это все очень было интересно. И сейчас у нас наступит в наших трансляциях, в наших беседах с Сергеем, может быть, небольшой перерыв, поскольку Сергей, по-моему, уезжает, да? Совсем скоро вы уезжаете, Сергей. Да, сейчас у меня будет один небольшой ретрит и несколько семинаров. А, ну понятно. Сергей, Сергей, ну очень интересно было общаться. Спасибо вам огромное, потому что я думаю, что мы продолжим эти разговоры, ибо ох, как недоговорили сегодня еще, да? Да. Взаимно очень было интересно. А недоговоренность – это, как вы знаете, всегда повод либо встречаться далее в эфире, хотя бы виртуально, либо оставаться с чувством недоговоренности, что гораздо хуже. Да, лучше встретиться и договориться. Да, мы встретимся, и тем более у каждого из нас будут какие-то свои впечатления от того, чем мы будем заниматься. Я, в частности, тоже скоро уезжаю на медитационный ретрит, и мне тоже будет интересно, что я от этого вынесу. Вот, поэтому я... Тогда, Михаил, я думаю, что тему господина Лесина мы оставим на потом, потому что тут надо начинать по-новой и очень долго. Ну, да, но это наша с вами программа. Да, да, да. Да, а программа с участием Сергея Мельникова. Ну, на этом, я полагаю, так подошла к концу. Время в эфире у нас достаточно было много, чтобы о многих вещах побеседовать, но еще много у нас осталось недосказанного, как правильно сказал Ярослав. И, конечно же, мы будем встречаться еще и еще раз. Ну, я хотел бы поблагодарить моих собеседников. Сергей Мельников, Москва-Россия, Ярослав Беклемишев, Нью-Йорк, Соединенные Штаты. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Сергей, огромное. И вам огромное спасибо за очень интересную беседу. Да, у нас, кстати, уже выложенная программа, первая программа Сергея. Она находится на YouTube и на Facebook. Ну, в ближайшее будущее мы выложим и эту программу. Она будет состоять из нескольких частей. Ну, и до новых встреч в эфире. Всего доброго. Всего хорошего. Спасибо всем. Субтитры подогнал «Симон»